Вижу, вижу, пидор ты, пидор! Было ли у вас такое, что после просмотра чужого арта, вы загорались желанием сделать что-то подобное или даже что-то свое, но у вас не было ни хорошего оборудования, ни желания для этого? Но сегодня я вас научу, как же сделать свой арт на Android, не заморачиваясь и не тратя много сил на это дело. Что же нам нужно для этого дела? Нам понадобится, естественно же, в первую очередь, прямые руки, ну и PS Touch, Light Motion и Kine Master. Видео будет состоять из двух частей, в первой я буду делать арт на картинке, а в второй части я буду его анимировать. Что ж, не буду долго тянуть, погнали! Что ж, когда мы зашли в приложение Eraser, мы выбираем вначале инструмент Auto и начинаем выделять пиксели. Когда вы все уже выделили, мы начинаем мануалом затирать все, что не нужно. Входим в PS Touch и создаем пустой документ с разрешением 1280 на 720. Добавляем объект, в данном случае это машина из игры Pixel Car Racer. Добавляем фон, который я скачал с интернета и который вы можете спокойно тоже скачать по ссылке в описании после 50 лайков. Затем я выбираю кисть и начинаю рисовать тень для нашего объекта. После этого заходим в третью вкладку и нажимаем размытие по гауссу. И размываем как вам нужно. В этой части я добавляю с помощью той же кисти свечение от окружения. Потом вы идете в параметры наложения и настраиваете непрозрачность. И если вам еще захочется, то вы сможете сделать дополнительно плавный переход. Для этого надо будет нажать на четвертую вкладку и найти переход. Либо что-то подобное. В этой части я выделил окно машины, нажал на четвертую вкладку сверху и выполнил заливку черным цветом. Потом зашел в наложение и сделал затемнение, то бишь наложение около 60-70%. Чтобы это выглядело как тонировка. Тут я добавлял свечение от фар. Вы это можете сделать другим способом. Например, как кистью просто сделать точку и размыть ее по гауссу. Плюс добавить наложение линии на осветление. Это самое лучшее в нашем случае. Затем я добавил просто дым. И в этом наша экспозиция готова. Переходим к анимации. Создаем новый проект в лайтмоушене. И добавляем все элементы, которые нам нужны. То бишь, это машина с тенью уже, само окружение и свечение от фар. Все материалы будут после 50 лайков в описании. Тут я добавляю футаж дыма. Я сделал, покрутил ключ хромакея. И сделал такой дым. Чтобы вместо зеленого у меня было нормальное белое с прозрачным фоном. Потом я добавил эффект дождя. Заменив черный фон на прозрачный. С помощью наложения. Теперь переходим в Кайнмастер. В Кайнмастере мы добавляем наше уже готовое видео. Делаем затухание аудио и видео на одну секунду. То бишь, вывод. И затухание в конце. В начале и в конце. Затем мы добавляем звуки окружения. Городом. Звуки дождя. И задний бит. Чтобы у нас все было по красоте, как говорится. В этом месте я добавил еще эффект призматик. Чтобы вся экспозиция была более динамичная. Что ли? Теперь давайте посмотрим на то, что у нас получилось в итоге. Что ж, а я надеюсь тебе был полезен этот ролик. Не забудь про лайк, подписку, комментарий. И на колокольчик не забудь нажать. Чтобы не пропускать мои новые видосы. Так как я единственные такие видосы пилю. Что ж, не прощаюсь с тобой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok